всем привет меня зовут наталья вы находитесь на моем канале о вязании сегодня у нас уже 10 января нужно начинать работать начинать снимать видео несмотря на то что я заболела чуть-чуть но уже все нормально поэтому голос чуть-чуть хрипит но будем считать что все хорошо скажем тогда не обращайте внимание я решила немножко поменять формат видео на своем канале теперь у меня будет влоги начинаться с лицом в кадре скажем так потому что ну наверное это правильнее когда люди знают своего мастера до в лицо видят его в полностью они только руки это выход для меня из зоны комфорта сразу скажу для меня это но всегда было сложным показаться лицом на камере надеюсь что я скоро уже привыкну и будут видео не такие скованные сегодня такое первое видео да я расскажу чем занималась за январские праздники прошли они у нас не так как хотелось бы потому что планировалось много поездок а в итоге вроде бы никаких серьезных болезней не было ну там у ребенка резко поднялась температура естественно уже в гости не поедешь да причем это было полдня к вечеру все прошло и вообще никаких проблем как будто ничего и не было но уже как бы планы изменились да и страшновато меня тоже там небольшая такая орви я не знаю что это было без температуры но опять же в реалиях современной жизни уже не хочется никого подвергать болезни поэтому расскажу что я делала за выходные у меня уже был один заказ он уже отправлен покажу расскажу свои планы потому что у меня тут уже насобиралась корзиночка расскажу какой я планирую снимать контент на январь месяц все-таки надо уже начинают строить конкретные планы я поставила себе очень высокие финансовые цели скажем так на этот год поэтому чтобы достичь этих финансовых целей мне нужно или круглые сутки вязать чего не хочу или начинать все-таки развивать youtube чтобы он приносил достаточное количество денежек скажем так да не для кого не секрет что да это с ютуба я получаю деньги я зарабатываю поэтому будет конкретный план будет у меня выходить по два видео в неделю я себе поставила вот прям цель-цель это делать одно будет видео какое-либо болтательное но скорее всего я буду выпускать влоги каждую неделю потому что у меня игрушки да они быстро вяжутся быстро готовая работа получается если я буду вязать наконец вязать и не показывать да то в конце месяца мне просто нет напросто нечего будет показывать потому что все игрушки уедут по своим заказчикам да по своим владельцам поэтому мне проще снимать там и раз в неделю выкладывать влог ну и второе видео в неделю это будет какое-либо обучающее с мастер-классами потому что у меня например на канале мастер-классы пользуются большей популярностью пока что чем болталки но у меня еще аудитория небольшая да и меня в основном находят именно по мастер-классам все давайте приступать уже к той части где я буду вам показывать я сейчас переключусь на стол все таки это удобнее чем лицом в кадре и расскажу покажу что же у нас будет с вами в январе ну что переместились за стол давайте в первую очередь расскажу что я делала до за эти 10 дней я вам уже в конце прошлого года в последнем видео пока рассказывала что у меня большой заказ ну как большой заказ 10 погремушек тигрят и 10 грызуночков сосок вот таких вот я вот на эту соску буду снимать мастер-класс думаю что на этой неделе она выйдет потому что мне нужно ее вязать пока есть заказ до чтобы не вязать просто в ящик я сниму сразу мастер-класс я связала вот такие заготовки для тигрят все десять штук у меня готовы мне осталось связать ушки до мордочки данную все это оформить я вот как раз этим буду заниматься сегодня-завтра доделывать тигрят потом соски но думаю что я это ближайшие два дня сделаю и как бы с этим заказиком будет у меня как бы завершён да но у меня аж там еще мне предложили попробовать сдавать на реализацию на вал берез я хочу все таки там девочки писали мне в комментариях что может быть не надо надо как бы это доверие да там вдруг там кинут и все такое прочее но я решила попробовать все таки сделать пять погремушек ну а там посмотрим пойдет не пойдет как бы я все это понимаю что могут кинуть да но без доверия сейчас куда и так мир такой жестокий поэтому будем надеяться что все будет хорошо тем более девушка шумня не просто как бы до человек который написал вот давайте вы мне пришлете он уже заказывала заказ этот второй у нее уже как бы написала что очень хорошо разошлись мои тигры шарики на вал березе ну посмотрим не будем загадывать посмотрим так и был у меня заказ уже один я сейчас ставлю фотографию посмотрите это был осьминожка в таких красивых желто-бирюзовых тонах получился очень яркий здоровски погремушку одно из наличия забрали зайка я ее в конце этого года вязала и двое ушек шуршалок одни желтенькие одни бирюзовые но и осьминожка получается как раз под вот эти вот бирюзовые желтым ушки было сделано до заказ отправился здесь по месту в ростовскую область кстати такой как бы в москву за два дня до доходят почтой а здесь написали что будет идти это какая-то станица в ростовской области восемь дней я конечно понимаю что самолет туда не летают поезда туда не ходят это будут собирать какое-то там количество до посылок почты и отправлять машиной но тем не менее восемь дней в современном мире по месту ну это это жестко так это я вам показала и давайте теперь расскажу по планам именно по вязанию да пока что не по контентам приближается у нас день всех влюбленных мне нужны сердечки но они уже нужны были скажем так месяц назад но с моими заказами просто вязать на наличие не было вообще возможности я сейчас хочу хотя бы там 10 брелочков связать чтобы выставить что они есть там ну закажут закажет кто-то заберет значит хорошо не заберет они все равно уйдут в прошлом году у меня и после праздника еще заказывали типа вот поздно вас увидели хотим заказать давайте чтоб на следующий год у нас уже было так что у меня это ализе cotton gold это вот 62 цвет нет это наверно не 62 62 это ж молочный это что-то у меня напутано с этикеткой ну в общем вот этот цвет если я найду я подпишу мне это заказок должно сохраниться какой цвет он единственный прям такой вот ярко-красный красиво который мне нравится на сердечки наверное 56 мне так кажется ладно не буду обманывать потому что это может быть неправда я подпишу на видео или под видео потому что могу ошибаться как бы я вообще у меня вот в этом плане память очень избирательная цвета запоминать дальше у меня было заказано два вот таких цвета гернард минг это такая плюшевая пляжа пряжа что именно пляжа потянуло производство турция стопроцентный полиамид это у меня были заказаны на вот этих пушистых альпак надо связать их чтоб они уже как бы были дает в наличии все равно рано или поздно кто-то их купит потому что вяжется она не так быстро там я не могу сказать что там через день через два будет готова поэтому не хотят их заказывать потому что нужно ждать но так вот у меня есть эти два цвета в наличии я все-таки хочу связать чтобы они были все равно их заберут скажем так на подарки сейчас восьмое марта начнется девчонкам искать подарки вот дальше у меня вот такой велюр лежит серого цвета это я заказывала я не знаю наверное еще летом ернард велюр в конце лета наверное заказывала когда большую закупку делала я хочу с него связать типа морского котика ну что такое я уже даже там я сначала думала мастер-класса мой сделать и придумать да а потом нашла в инстаграме по моему может они в инстаграме наверное в инстаграме все-таки нашла мастер-класс бесплатный ну там такой милаш прям шапочки в шарфике я вот хочу теперь его связать и тоже что был на наличии потому что лежит этот моточек один как бы однозначно его никуда не пристроить поэтому надо с него связать уже и забыть надеюсь правда что не его хватит дальше так из игрушек вот это то что по планам до заказа понятное дело они по-любому будут поэтому я много не планирую никогда игрушек потому что у меня получается так что я на планирую а тут мне приходит заказ 1 заказ 2 и естественно я делаю заказы а то что свои планы ничего не выполняю поэтому я вот так вот чуть-чуть скажем так дальше я обещала вязать в себе вещи да себе семь семье хотя бы там по одной вещи в месяц потому что сапожник без сапог вяжут совсем все но не своей семье хотя вот раньше у меня очень было много вязаных изделий для себя и для детей в первую очередь я буду вязать дочки варежки причем она сама их попросила потому что у нее есть такие вот тип этом краги до дуты которые не промокаемые для снега но их не удобно есть самой надевать а так как снега у нас днем с огнем не сыщешь не допросишься зимой в ростове поэтому как бы такие варежки нужны очень редко краги непромокаемые а вот просто вязаных у нее нормальных-то и нету есть перчатки но она их еще не очень хорошо умеет одевать а в садике не хотят помогать им да как бы ну и оно и понятно детей много я без претензий каждому попробуйте перчатки натянуть это извините чеканусь можно тут одной пока натянешь а это группе поэтому просят чтобы детки были в варежках вот у меня в первую очередь связать вот такие варежки и по ним я планирую мастер-класс сделать потому что у меня там была шапка там с анатомическими вывязанными ушками под нее был шарф а вот варежки многие просят но как бы я тогда на них не сняла мастер-класс вот думаю наверное сейчас как раз будет хорошая идея и совместить дочки варежки и снять мастер-класс как именно я вяжу варежки но варежки это маленькая работа но тем не менее даже если я ее свяжу в январе да и их то я свяжу вот у меня лежит мой кардигал который мне до весны кровь из носа надо связать я его начну также в январе но я его однозначно наверно не закончу и буду продолжать в феврале здесь у меня связано уже спинка начата вязаться половинка я не знаю еще что у меня получится потому что у меня вот здесь идет такой эксперимент то есть здесь идет по краю плоская коса кардиган будет без застежек просто вот с косой да по полочкам по краю и так как здесь рисунок он получается это как же это называется полу патентная резинка наверное вот честно не знаю надо посмотреть как это точно называется но это не английская наверно полу патентную и получается здесь она собирается в длину а коса она же длиннее будет да то есть рисунок идет ну вот идет она лицевая да так и идет поэтому здесь у меня будет вот полочка вот так вот наискось как выйти по крайней мере задумка у меня такая надеюсь что все получится но пока что вот есть такое там не сильно будет скос но мне он сильно не нужен и вот мне эта работа будет на январь и на февраль к первому марта я себе поставила цель этот кардиган однозначно закончить потому что он у меня уже лежит 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 пряжа классная это полухлопок alize cotton gold только вот не тоненький который в два раза толще не знаю как он правильно называется и вот я хочу это все закончить и уже весной это носить так ну наверное все и дальше давайте по контент плану я вам уже сказала в начале что я планирую выпускать по два видео в неделю на этой неделе у меня выйдет вот этот влог сегодня 10 числа и будет мастер-класс на соску грызунов на следующей неделе скорее всего у меня там есть я в том году вязала классных мишек сердечком в лапках на следующей неделе скорее всего я выпущу выпущу вот этот мастер-класс по мишке как бы 14 февраля будет наличие вы успеете связать там он действительно сейчас я вам ставлю фотографию найду он действительно там очень такой здоровский получился я в том году вязала два или три штуки два наверное меня их забрали с руками и ногами но так как он вяжется как бы не прям тогда чтоб села за час связал то а вот к 14 февраля мало всегда времени на подготовку я вообще не знаю там на новый год наверное надо готовить ассортимент летом навязывать а потом уже там например в ноябре в декабре начинать к 14 потому что вот после нового года очень маленький промежуток чтобы успеть навязать тут же еще почта да пока все это дойдет ну вот на следующей неделе я выпущу мастер-класс по мишке потом у меня еще запланированы варежки в этом месяце и так а что-то я еще хотела а и у меня просили мастер-класс на погремушку львенка это вот на январь мой план по контенту также я хочу попробовать снять у меня постоянно спрашивают как вы все успеваете сколько вы вяжете сколько времени уходит да там в день на вязание хватает ли времени на другие дела ну вот я хочу снять такое болтательное видео где будет рассказано такой же у меня режим дня как у меня построен вообще день мой тайм-менеджмент в общем то думаю что будет интересно мне по крайней мере такие видео всегда интересны кстати можете написать в комментариях какие видео вы с удовольствием смотрите потому что ну как то вот хочется снимать не просто то что тебе вздумалось в голову а то что действительно вам полезно будет у меня-то очень много идей но насколько они будут полезны и тут вопрос все наверное давайте уже заканчивать болтать а то время идет да и ваше время занимаюсь свое время занимаю мне было приятно после долгого перерыва с вами пообщаться пишите свои комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал и не забывайте ставить колокольчик чтобы вам приходило уведомление о новых видео новых видео будет теперь больше всем спасибо всем пока пока